дорогие друзья и гости канала всем привет с вами людмила сегодня продолжаем мы с вами вязать ботиночки и это у нас вторая часть ссылочку на первую вы найдете под этим видео друзья все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатный я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь если вы сейчас смотрите это видео без подписки обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал просто нажмите на кнопочку подписаться вы никогда ничего не пропустите и всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале ну а мы с вами продолжаем остановились мы вот на этом моменте мы закончили перед здесь у нас осталась петля как раз дошли мы с этой стороны до маркера и с этой стороны мы тоже дошли до маркера и теперь наша задача вывязать язычок язычок должен быть довольно длинный такой чтобы как раз боковые части были чуть чуть ниже язычка приступаем переносим петлю на крючок и будем вязать изнаночный ряд изнаночный ряд начинаем со второй петли от крючка и весь ряд в каждую петлю будем вязать полустолбик изнаночные ряды все будем вывязывать полустолбиками а лицевые ряды будем вязать столбиками без накида полустолбик если кто не знает это такой же столбик как вот столбик без накида но с накидом мы делаем накид и вяжем столбик вот вместе с тремя петлями которые у нас на крючке это полустолбики провязываем ряд до конца вот сюда до маркера в конце ряда здесь останавливаемся за одну петлю до боковой части довязываем до этой петли останавливаем ряд провязываем воздушную петлю подъема и разворачиваемся на лицевую сторону по лицевому ряду вяжем столбики без накида все от начала до конца ряда чтобы краю нашего язычка был ровным начинаем с первой петли от крючка сразу же с первой петли вяжем столбик без накида и дальше до конца ряда все столбики без накида язычок должен быть достаточно широким потому что у нас впереди будет застежка и на любой подъемчик чтобы было нормально и язычок не выскакивал вот так провязываем ряд до этой стороны до конца ряда все столбиками без накида в конце ряда также воздушная петля подъема разворачиваемся на изнаночную сторону следующий ряд начинаем с первой петли и вяжем опять же столбики уже полустолбики полустолбики и все изнаночные ряды дальше вяжем полустолбиками все лицевые ряды вяжем столбиками без накида я думаю что вы справитесь с язычком самостоятельно высота язычка должна быть достаточной и продолжаем вязать вот так поворотными рядами вот так я провязала 18 рядов 9 лицевых 9 изнаночных мне будет достаточно вот здесь такая высота примерно ориентируемся по пяточки чтобы чуть чуть выше пяточки он стоял и все вот здесь я поставлю сейчас маркер и опущу нить к началу ряда теперь язычок нужно обвязать чтобы у него были ровненькие края поэтому начинаем вот здесь в углу самого начала за петлю перед язычком начинаем вязать столбики без накида в каждый рядок не забываем ввязывать нить которую мы протянули чтобы она не осталась сбоку не болталась поэтому вместе с этой нитью провязываем столбик без накида в каждый рядочек вот так провязываем до маркера потом снимаем петлю с маркера провязываем здесь столбик без накида и в эту же петлю еще один столбик без накида во втором углу точно так же два столбика без накида из одной петли и потом опускаемся вниз и заканчиваем ряд когда вязка языка у нас закончена мы нить не обрезаем а продолжаем двигаться по боковой части до задника столбики без накида в каждую петлю провязываем последнюю петлю и на боковой части вот на задней здесь провязываем 2 соединительных столбика теперь разворачиваю вязание и вяжем изнаночный ряд 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида снова 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида и последний раз 4 воздушных петли 3 петли пропускаем и заканчиваем столбик без накида в четвертую вот такие у нас получились пять парочек теперь лицевой ряд под первую арку 1 столбик без накида дальше 3 полустолбика и еще один столбик без накида получается столбик без накида 3 полустолбика и столбик без накида продолжаем до конца ряда под каждую арочку провязываем столбик без накида 3 полустолбика и столбик без накида и следующий раз и следующий раз вот так вот так вот так и вот так вот так Продолжение следует... Вяжем по четвертую арку столбик без накида, три полустолбика и столбик без накида. Затем тоже самое провязываем под пятую арку. Последняя арка, столбик без накида, три полустолбика и столбик без накида. Теперь присоединяемся к заднику соединительным столбиком и затем провязываем еще два соединительных столбика вверх. Разворачиваемся. Четыре воздушных петли. И провязываем столбик без накида в вершину первой арки, прямо в самую середину. Там пять петель, вот на третьем столбиком провязываем столбик без накида. Четыре воздушные петли. И теперь в вершину второй арки, в середину, провязываем столбик без накида. Снова четыре воздушных петли и столбик без накида провязываем в вершину третьей арки, в самую серединку, над третьим столбиком. Четыре воздушных петли, столбик без накида в вершину четвертой арки. И затем над последней точно так же четыре воздушных петли и столбик без накида над серединой последней арки. Вот сюда, в вершину последней арки, заканчиваем ряд. Провязываем столбик без накида и разворачиваемся на лицевую сторону. Вот так у нас будет идти наскос здесь перед. И вот так из арки будет туда на задник уходить половина арки и половина будет здесь наскос. То есть все будет параллельно. Точно так же под каждую арку вяжем один столбик без накида, три полустолбика и один столбик без накида. Под каждую арку от начала до конца ряда. Доходим до конца ряда, присоединяемся к заднику соединительным столбиком, провязываем еще два соединительных столбика, разворачиваемся и делаем арочки из четырех воздушных петель. Следующий ряд заканчиваем здесь вот в середину этой арочки и вяжем вверх. Сейчас покажу еще ряд, чтобы было понятно. Вот мы присоединились, три соединительных столбика получается, разворачиваемся и делаем арочки из четырех воздушных петель. И в середину каждой арочки над самым средним столбиком вяжем столбик без накида. Провязываем весь ряд. Вот последний столбик без накида, так же как в предыдущем ряду, в центр арочки над средним столбиком. Воздушная петля, разворачиваемся на лицевую сторону, делаем обвязку каждой арочки. Двигаемся так дальше, провязываем в общем пять рядов с обвязкой и один у нас будет из арочек ряд. И наскос вот так. Вот доходим до последнего ряда. Здесь мы заканчиваем обвязку на середине и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И вот отсюда начинаем вязать арочки в обратном порядке. У нас будет на одну арочку меньше в этом ряду. Также вяжем четыре воздушных петли в каждую середину арочки, столбик без накида, провязываем весь ряд. Это у нас будет последний ряд. Здесь мы уже возвращаться не будем для того, чтобы обвязывать арочки, а мы будем обвязывать уже полностью изделие вместе с боковой частью потом. Все, вот здесь ряд мы заканчиваем. И сейчас вот эту петлю переставляем на маркер. Теперь нить протягиваем вот сюда вниз и начинаем обвязывать переднюю боковую часть. В крючок вводим петлю перед вязанием предыдущую петлю и вяжем столбики без накида. По боковой части вот этой на подъем до маркера. Столбики без накида. Нить подтягиваем, мы ее будем ввязывать сюда в вязание. И начинаем столбики без накида. Идем в каждую петельку до верха. Начинаем ряд с воздушной петли подъема, как обычно. И дальше столбик без накида. И столбик без накида. И столбик без накида. Дорогие друзья, обязательно напишите пару слов в комментариях. Я буду вам очень благодарна за отзывы, потому что ваше мнение очень важно для меня. Я всегда рада вашим вопросам и стараюсь максимально быстро на них отвечать. Ваши лайки, комментарии очень воодушевляют меня и помогают моему каналу в развитии. На моем канале вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в раздел плейлисты, выбирайте все, что ваша душа пожелает. И я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами. Дошли сюда до последней петли, последнюю петлю провязываем вместе с петлей на маркере. Снимаем ее на крючок и вместе с последней петлей провязываем столбиком без накида. Вот такой край у нас получается. И теперь продолжаем вязать по этому краю. Воздушную петлю подъема разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем еще ряд столбиками без накида. Воздушную петлю подъема разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем еще ряд столбиком без накида. Воздушную петлю подъема разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем еще ряд столбиком без накида. Воздушная петля подъема разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем еще ряд столбиком без накида. Воздушная петля подъема разворачиваемся на изнаночная петлю подъема включена. провязываем столбики без накида до конца ряда до верха затем воздушная петля подъема и опускаемся вниз столбики без накида то есть у нас 4 ряда туда-обратно туда-обратно 4 ряда столбики без накида. Следующий ряд воздушная петля подъема и 3 столбика без накида. 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в 3 столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в 3 столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропустили столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в 3 столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в 3 столбик без накида и до конца ряда довязываем 3 петли оставшихся столбик без накида. Воздушная петля подъема, разворачиваем все и изнаночный ряд, делаем обвязку вот этих арочек, здесь над столбиками вяжем столбики без накида, под арочку вяжем 3 столбика без накида, под 3 воздушные петли 3 столбика без накида, над столбиком также вяжем столбик без накида, под следующую арочку 3 столбика без накида и до конца ряда продолжаем, над столбиками без накида вяжем столбики без накида и под каждую арочку из 3 воздушных петель 3 столбика без накида заканчиваем ряд, провязываем тут последние столбики без накида, затем воздушная петля подъема и разворачиваем вязание это мы вывязываем отверстие под шнуровку, у нас будет два ряда таких отверстий для того, чтобы можно было по-разному зашнуровать этот ботиночек так как вам понравится в следующем ряду будем снова делать арочки под отверстия, начинаем с 3 столбиков без накида, потом 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, так же как мы делали под предыдущие отверстия как у них notwend啊? ну было и и и и и теперь пока этот край оставляем не обвязанным двигаемся по верху вяжем столбики без накида вяжем до задней части столбики без накида над воздушными петлями вяжем по три столбика без накида перемычки столбики там где над столбиками мы их пропускаем просто вяжем по три столбика над каждой арочкой так Продолжение следует... Дошли до последней арочки. Это у нас недовязанная арочка предыдущего ряда. Провязываем сюда 2 полустолбика и 1 столбик без накида. Вот так здесь получается ровная обвязка. И теперь переходим на пятку. По пятке вяжем столбики без накида не из петли предыдущего ряда, а опускаемся на ряд ниже. Делаем длинные столбики. В каждую петлю на ряд ниже провязываем столбик без накида. Продолжение следует... Здесь опускаемся вниз по боковой части пятки до низа столбики без накида. Продолжение следует... Дальше продолжаем по нижней вот этой поверхности, по подошве прямо. Идем столбиками без накида по низу до передней части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот доходим до переда. Здесь нам необходимо проверить, чтобы количество петель совпадало с количеством петель на той стороне. Поэтому считаем... Здесь должно быть у нас 20 петель... Просчитываем их... И вот здесь у меня получается 19 петель на этой стороне. Поэтому одну петлю еще добавляю... Довязываю 20 петлю... И теперь разворачиваю вязание... И будем вязать точно так же аналогично, как на той стороне. То есть начинаем с 4 воздушных петель... 4 воздушных петли... Затем 3 петли пропускаем... Вяжем столбик без накида в четвертую петлю... 4 воздушных петли... 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида... Снова 4 воздушных петли... 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида... 4 воздушных петли... 3 петли пропустили в четвертую столбик без накида... 4 воздушных петли пропускаем в четвертую столбик без накида 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 в четвертую стол И последние 4 воздушных петли. 3 петли пропускаем в 4 соединительный столбик. Это уже будет у нас на пяточной части. Еще соединительный столбик. И еще один соединительный столбик. Теперь разворачиваем вязание и начинаем вязать обвязку этих арочек. Вот как мы делали все на той стороне. Столбик без накида, 3 полустолбика, столбик без накида. Отвязываем точно так же. Ну а здесь вот последнюю вот эту арочку мы обвязываем только до середины. Столбик без накида, 2 полустолбика и останавливаемся. Теперь разворачиваемся 4 воздушных петли. И опять начинаем вязать арочки с той стороны в середину вершины каждой арочки. В вершину каждой арочки. Точно так же вяжем всю боковую часть. Продолжаем аналогично прошлой стороне. Дальше я думаю, что показывать уже нет смысла. Вы сами уже справитесь. Просто на этой стороне вот так оставляем половину арочки. Убираем. Продолжаем. Убираем. Продолжение следует... Теперь довязываем вверх все ряды и будем делать обвязку. Вот так же провязали все ряды, вернулись с последнего столбика столбиками без накида до низа. Вывязываем переднюю часть под застежку и потом уже у нас будет практически готовый ботиночек. Продолжение следует... Доходим до конца ряда, провязываем назад еще ряд столбики без накида, потом делаем арочки и так же как на той стороне. Когда все провязали, переставляем на маркер последнюю петлю и нить протягиваем в самое начало ряда на ту сторону. Аккуратненько ее прокладываем, чтобы она нигде не провисала и будем уже обвязывать по всему контуру. Прокладываем нить вот сюда в самое начало и обвязываем столбиками без накида по всему контуру ботиночка. С этой стороны и до той стороны до конца вот этого клапана переднего. Нить, которую мы проложили, ввязываем в эту обвязку, прячем. И до угла доходим, а в углу, как я вам рассказывала, в каждом углу в одну петельку провязываем 2 столбика без накида. Не забываем это делать, чтобы был красивый уголок. Вот у нас угловая петля, вяжем сюда 1 столбик без накида и затем сразу же в эту же петлю еще 1 столбик без накида. Дальше продолжаем обвязку уже поверху. Здесь у нас идут передняя часть вот эти воздушные петли, под них будем провязывать по 3 столбика без накида. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда нить обрезаем, прячем ее в вязание, проверяем, чтобы у нас не было нигде концов нити. И наши ботиночки готовы. Как связать для этих ботиночков шнурки, я поставлю ссылочку под видео. И здесь вот еще в углу, вы сейчас увидите, будет ссылочка на это видео. Все, я думаю, что получилось довольно симпатичное изделие и будем носить на здоровье. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Буду очень рада, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях и группах. Это поможет продвижению этого видео. И очень жду от вас комментариев, вопросов. На них с удовольствием на все отвечу. Давайте вместе и дальше учиться вязать, дарить своим близким тепло наших рук. И до новых встреч!